Всем привет, ребята! Сегодня будет три очень вкусных рецепта, и первый из них это рулетики из баклажана. Нам понадобится половинка авокадо и одна помидорка. Их мы будем нарезать на небольшие дольки, в то время как баклажаны, нарезанные на тонкие полоски, замачиваются в соевом соусе и специях. Я использую паприку, кориандр, зиру и итальянские травы. Не спешите думать, что ой, нет, я не люблю баклажаны, мне не понравятся эти рулетики. Если баклажаны правильно приготовить, они просто не могут вам не понравиться. Именно поэтому мы даем им время настояться и вобрать в себя все вкусы ароматных специй. И после запекания баклажаны будут очень и очень вкусные, я вам обещаю. Баклажаны мы будем с вами запекать, поэтому предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. А я до этого готовила фалафели, рецепт которых уже есть на моем канале. Это один из моих любимых рецептов, я постоянно готовлю фалафели, это безумно вкусно. И пока что я перекладываю фалафели в отдельный контейнер. Здесь же у меня запекалась морковь. Я дополнительно сбрызгиваю оливковым маслом пергаментную бумагу. Морковь требует чуть больше времени, чем фалафель, поэтому она будет продолжать запекаться вместе с баклажанами. Аккуратно выкладываем овощи, так чтобы они не лежали друг на друге, потому что в процессе нам нужно будет перевернуть баклажаны, чтобы они равномерно пропеклись. Сверху можно вылить остатки соевого соуса. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки, но желательно спустя 5-7 минут перевернуть баклажаны, посыпать их сверху кунжутом и отправить снова в духовку на 10-15 минут до полной готовности. Проверить готовы ли баклажаны очень легко, достаточно просто проткнуть вилкой и убедиться, что они стали полностью мягкие, и тогда это уже будет знак о том, что они готовы. И теперь мы перекладываем баклажаны в тарелку для того, чтобы дать им немного времени остыть. Они будут служить основой наших рулетиков, и чтобы их было проще закручивать, лучше, чтобы они были не горячими. Теперь посмотрите, какая красота получилась. И спустя 10-15 минут давайте начнем собирать наш рулетик. Для начала выкладываем помидорку, сверху кладем фалафель, здесь я буду добавлять домашний соус песто, который я приготовила из ароматного базилика, все ингредиенты будут в описании под видео. Кладем примерно чайную ложку, затем авокадо и аккуратно закручиваем рулетик. Можно слегка приподнять одну сторону и затем аккуратно подхватить другой, немного придавливаем сверху, и вот такой вот рулетик у нас получился. Для того, чтобы он не распадался, края лучше соединять на нижней части и аккуратно выкладываем на тарелочку. И по точно такой же технологии собираем все остальные рулетики. Последовательность в принципе не имеет значения, главное, чтобы все ингредиенты были аккуратно распределены, чтобы ничего не выпадало. Не кладите слишком много и аккуратно заворачиваем. За счет фалафеля рулетики получаются очень сытные, помидор дает дополнительную сочность, и конечно же авокадо и песто это просто идеальное сочетание. На одну порцию вполне достаточно трех рулетиков, остальные баклажаны можно убрать в холодильник и в любое удобное время снова собрать рулетики. Можно экспериментировать с начинкой, добавлять различные соусы. Я показываю вам свой самый любимый рецепт. И вот что у нас получилось. Рулетики с фалафелем и соусом песто из баклажана в соевом соусе. Это очень вкусно, сытно и полезно. Я очень рекомендую вам дать баклажанам еще один шанс и попробовать этот рецепт. Следующий рецепт это грибной крем-суп. Из ингредиентов нам понадобится 300 грамм свежих грибов, эти мы сами собирали в лесу, лук, чеснок, морковь, отваренная чечевица, немного зелени, мисо-паста, кунжут, льняная мука, оливковое масло, из специй нам понадобится паприка, итальянские травы и зира. Процесс приготовления делится на два этапа. Первый это подготовка всех ингредиентов, а второй это взбивание блендером. Для начала нарезаем морковь, лук и чеснок на небольшие кусочки. Аккуратность здесь не имеет значения, так как в итоге все равно это все превратится в пюре. Главное, чтобы они были одинакового размера, для того, чтобы равномерно приготовились на сковороде. Постарайтесь грибы нарезать не слишком мелко, так как они готовятся очень быстро, и слишком маленькие кусочки могут начать подгорать. Толщина 1 см, этого будет достаточно. На хорошо разогретую большую сковороду добавляем оливковое масло. Лук и чеснок. И обжариваем примерно 3-5 минут до золотистой корочки. И после этого добавляем морковь. Хорошо перемешиваем и оставляем жариться примерно на 10 минут. Нам нужно, чтобы морковка стала чуть более мягкой. И пока что в это время подготовим чашу блендера. Добавим туда все остальные ингредиенты для крем-супа. Добавляем зелень. Столовую ложку кунжута. Итальянские травы. Паприка. Я решила ей посыпать еще морковь. И чечевицу. Теперь мы добавляем грибы к уже практически готовой моркови. Тщательно все перемешиваем. Можно добавить немного воды. И затем накрываем крышкой. Даем настояться примерно 5-7 минут до полной готовности грибов. Они значительно уменьшаются в размере. Становятся нежными и мягкими. И теперь переходим ко второму этапу. Добавляем все ингредиенты в чашу блендера. Можно добавить немного овсяного молока. И взбиваем все до однородной консистенции. Добавляйте по необходимости жидкость, чтобы добиться нужной консистенции. Здесь уже по вашему желанию крем-суп может быть как густым, так и более жидким. Как вам больше нравится. Выкладываем все на тарелку. И вот что у нас получилось. Ароматный, нежный грибной крем-суп. Совершенно несложный и быстрый рецепт, но получается всегда безумно вкусно. Я подаю его с авокадо, квашеной капустой и тофу. И последний рецепт это мидболы без мяса. И я покажу вам два варианта сервировки. Нам понадобится замоченная предварительно чечевица. Я замачивала ее на ночь в холодильнике. Она уже полностью готова. Лук, морковь. Из специй нам понадобится паприка, итальянские травы и карри. Тыквенная мука и льняная мука для создания необходимой нам консистенции. Семена кунжута. Грецкие орехи, буквально три штучки. Тахини. И небольшая горсть зелени. Это все ингредиенты. И давайте начнем. И опять же, этот рецепт очень и очень простой. Мы просто смешиваем все ингредиенты в чашу блендера, а затем взбиваем все до однородной консистенции. Сначала выкладываем чечевицу и добавляем специи. Именно за счет специй будет вкус, поэтому не жалейте их, добавляйте побольше. Выкладываем зелень, столовую ложку тыквенной муки, столовую ложку льняной муки. Лук нарезаем чуть-чуть помельче, чтобы блендеру было проще справляться. И добавляем все в чашу блендера. Столовая ложка кунжута, столовая ложка тахини, оливковое масло. И перемешиваем. Кладем на противень пергаментную бумагу, сбрызгиваем все оливковым маслом и равномерно распределяем, чтобы потом у нас ничего не прилипало. Столовой ложкой берем небольшую часть массы и формируем небольшие шарики. Примерно вот такого размера, не слишком большие, чтобы они успели внутри полностью пропечься, но и не слишком маленькие, чтобы они не подгорали. Руки лучше каждый раз смачивать в воде, прежде чем брать массу, чтобы ничего не прилипало к рукам. И таким образом формируем одинакового размера шарики и выкладываем их на противень. Для меня всегда это такой приятный и медитативный процесс, точно так же, как и с фалафелями. В итоге у меня получилось 16 митболов. Ставим их в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 10 минут. И пока они готовятся, я хочу показать вам первый вариант подачи. Это роллы с митболами. Нам понадобятся листы нори, рисовая бумага, зелень, свекла, листья салата, авокадо, помидор, тофу и домашний песто. Для начала нарежем салат на тонкие полоски. Все овощи, авокадо, томат и свеклу тоже нарезаем очень тонко, так как будет гораздо проще заворачивать в ролл. Зелень тоже нарезаем достаточно мелко. Тофу на небольшие кусочки. И спустя 10 минут мы достаем наши митболы из духовки. Теперь нам нужно их перевернуть. Посыпаем их сверху кунжутом, сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в духовку еще примерно на 10-15 минут. Они должны покрыться сверху хрустящей корочкой, и это будет знаком о том, что они уже готовы. И вот результат. Хрустящие, ароматные и очень сытные митболы. Ну а мы пока что вернемся к приготовлению ролла. Один лист рисовой бумаги кладем на большую плоскую тарелку, заливаем водой примерно на 1 минуту, затем сливаем воду и постепенно выкладываем все ингредиенты. Начинаем с зелени, затем кладем 2 митбола. Я кладу на них по чайной ложке песто, авокадо, помидоры, но в принципе последовательность не имеет значения. Главное, чтобы ингредиентов было не слишком много, иначе не получится завернуть ролл. Аккуратно подхватываем нижнюю часть рисовой бумаги, затем стороны, придерживая пальцами осторожно вперед закручиваем ролл, подстилаем лист нори и заворачиваем. Острым сухим ножом разрезаем ролл пополам и готово. Роллы можно подавать как с соевым соусом, так и с любым другим. И второе блюдо с митболами это вот такой вот авокадо салат. Рецепт приготовления очень простой, все ингредиенты салата будут в описании под видео, но в принципе митболы можно добавить к любому салату, что сделает его более сытным, белковым и полезным. Это были все мои рецепты на сегодня. Я очень надеюсь, что мне удалось вдохновить вас на приготовление чего-нибудь новенького. Попробуйте обязательно эти вкусные и полезные веганские рецепты, вы не пожалеете. Спасибо большое за просмотр. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok